ребят сейчас едем с кокосом катюшки они где-то месяц назад уехали от нас вернее переехали с владом они сняли себе квартиру мы сейчас кокоса ведем гостик катюшки она очень просила чтобы его привезли мы сейчас ждем маму она пошла в магазин катюшка заказала кое-что чтобы ей мы купили и нас одних оставили машине вот хорошо что я тебя пристегнул ухты кто там интересно интересно какой-то знаешь сейчас на кого похож на попугая вот мы ждем маму мамку очень любит сейчас переживает где же наша мамка вышла а его с собой не взяла он ее стал очень сильно любить больше чем меня когда я один гуляю с ним он всегда назад оглядывается где же мамка идет сзади или нет так что любовь делает ты заинтересовался это не то это другую сторону все на этом закончим интересно как у вас да спокойно вообще спокойно тебя ждали ну все ребята команда у нас сборе поехали дальше маску на место поехали мы что-то на ухо мне шепчет я не пойму не разберу а кот а что ж ты его не понимаешь до сих пор вот как неликое раньше с тобой дело сядем вдвоем на передние два сиденья я за рулем ты рядышком а может быть даже а может быть даже поменяемся ты будешь за рулем я рядышком буду сидеть разговаривать музыку слушать на погромче кокоса посадим назад и он сам по себе будет и вот туда в корзиночку эту кинем планшетник сам чтобы там занимался слушать наушники уши чтоб вставил все мы его и чтобы не видели не слышали а нет не получается у нас почему-то кокос оказался парень с характером хочет всегда постоянно находиться с тобой вибра рядышком музыку не послушаешь почему музыку нельзя слушать ну я не знаю надо вот слушать как там себя ребенок ведет все ли ему нравится ну мне так кажется он же должен да когда вырасти векочек ну самостоятельным стать надо его чаще возить в машине чтобы для него это было ну привычным делом но он не так часто у нас ездит поэтому он так немножко суетится вот вот суть в том надо меньше работать больше отдыхать это точно меньше работать больше отдыхать чем лучше работаешь тем меньше времени наra дни folk тем меньше времени на он книправе как сказал один мною уважаемый человек не важно сколько ты зарабатываешь важно сколько ты тратишь Не надо много тратить, и много работать не придется. Это тут точно. Кокос, тебе вкусно? Даже на меня не смотришь. Вкусно тебе? Чего ты там в бар не хочешь? Пить, скажи, я хочу. Давай потерпи 10 минут. Да, сейчас приедем через 10 минут и будешь пить водичку. Красавчик ты мой. Ай, ты мой красавчик. Слушай, я что думаю, природа обделила носом, но зато какой язык ему достался, а, Николь? У него и носик красивый. Ну, носа там нету, кокоса нету носа. А язык у него реальный. Ой, девушки, спать хочешь что ли? Так спи. То, что ему дает-то. Вот мы прибыли. С подарками. Катюшке и Владу. Главный подарок это кокос. Я надеюсь, Катюшка оценит его. Нет, мы какого-то не дарим. Не дарим? А я уже надеялся. Я не мечтаю. Он забыл тебя уже. Ну да. Так, у тебя тряпочка улажняет. Принеси ему лапу. Ты чего сюда залез? Катюша сейчас мамой рассуждают на ту тему. Потому что им хозяева этой квартиры запретили по контракту содержать животных. А оказывается, по закону это запрещено делать. Любой человек имеет право завести кошку или собаку в доме. Ты чего, исследуешь здесь? Ничего себе ты даешь кокоса. Здесь ты еще не был, да? Обязательно. Обязательно, пожалуйста. Ты же делаешь его. Ну, тебе здесь нравится кокос, а? Сначала никто не обращает на тебя внимания, да? Да. В него соки, вон, в маршрум не платит. Да? Да. Эй, хозяин, ты здесь по шкафам лазишь, а? Так, вот, работа. Ляш, поспи. Ты не спал еще сегодня. С утра бегаешь. Поел, теперь можно поспать, да, кокос? Сейчас тебя укачает. Поел, теперь можно поспать, да, кокоса, 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 кокоса. Поел, теперь можно поспать. Продолжение следует...